Здравствуйте, уважаемые клиенты компании FOM Group. Сообщаем вам, что согласно ПКМ149 о введении обязательной системы цифровой маркировки, лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 2 апреля 2022 года все аптеки должны реализовать товар через код маркировки. Для начала объясню, что такое маркировка. Маркировка – это контрольный идентификационный знак, который размещают на упаковке товара. С помощью маркировки государство может отслеживать движение товаров от производства до магазинов, а покупателю проверить их подлинность. Цифровая маркировка товаров осуществляется посредством нанесения на каждую единицу товара уникального цифрового идентификатора – кода маркировки. Код маркировки формируется по определенному принципу и содержит следующие обязательные элементы. Штрих-код товара присваивается Международной ассоциации GS1. Серийный номер уникальный для каждой отдельной упаковки товара. Ключ проверки – код проверки, который формируется оператором системы цифровой маркировки с использованием криптографических технологий. Код маркировки наносится на упаковку товара производителем или импортером в виде двухмерного штрихового кода в форме DataMatrix или GS1DataMatrix. В случае обнаружения некорректности кода маркировки нужно обратиться к оператору системы цифровой маркировки по этому номеру. Сейчас я покажу, как это проверить. При сканировании кода выйдет его расшифровка, в котором будут прописаны ранее сказанные элементы. При этом можно обнаружить, что штрих-код в коде маркировки не соответствует фактическому штрих-коду на упаковке товара. При сканировании товара через код маркировки он заносится в чек. Для того, чтобы проверить правильность кода маркировки на товар, нужно отсканировать код в приложении AsylBelgese. Его можно скачать в приложении PlayMarket. Также можно посмотреть список маркированных товаров на сайте katalog.melikatalog.us. Штрих-код в коде маркировки указывается после идентификатора стандарта GS1. Если же штрих-код меньше 14 знаков, то он всегда дополняется слева нулями до 14 знаков. Первые ему нули не считаются. Приведу вам пример кода маркировки потребительской упаковки. Значение 01. Идентификатор стандарта GS1, означающий, что следующие за ним знаки кодирует код товара. Следующие 14 знаков – это штрих-код товара. Если штрих-код меньше 14 знаков, то он всегда дополняется слева нулями до 14 знаков. Первые нули не считаются. Значение 21. Это идентификатор стандарта GS1, означающий, что следующие за ним знаки кодируют серийный номер товара. Следующие 7 знаков – серийный номер товара. Значение 91. Это идентификатор стандарта GS1, означающий, что следующие за ним знаки кодируют подпись или же ключ проверки. Следующие 4 знака – это ключ проверки. Значение 92 – идентификатор стандарта GS1, означающий, что следующие за ним знаки кодируют подпись. Следующие 44 знака – это код проверки, используется для проверки подлинности кода маркировки. В фискальный чек включается только код идентификации. Это идентификатор со значением 01, штрих-код товара, идентификатор со значением 21 и серийный номер, который идет подряд без пробелов, скобок и нечитаемых символов. При сканировании кода маркировки в программе Эвкаса может выходить надпись «В данный момент такого препарата нет в наличии». В этом случае товар невозможно будет продать по следующим причинам. Первое, если код маркировки занесен неправильно. Второе, если реализуемого товара нет в остатках в программе Эвкаса. И третье, если штрих-код неправильно заполнен в карточке товара в программе Эваптека. Также в новой Голд-версии программы Эваптека выходит надпись при пробитии чека «Этот товар должен продаваться с маркировкой». У него нет маркировки. При обнаружении ошибки после проверки корректности кода маркировки в приложении ASL Белгисе нужно нажать на кнопку «Ес». И в этом случае вам нужно в программе Эвкаса при реализации товара нажать на правую кнопку мышки и выбрать функцию «Добавить маркировку». Далее выходит окошко, куда нужно внести код маркировки товара, отсканировав его через контрольно-идентификационный знак. Далее нужно пробить чек в обычном порядке. Если же нет ошибок в коде маркировки, то при случайном сканировании маркированного товара через штрих-код и при выходе надписи нужно нажать на кнопку «Нову» и пробить чек, отсканировав код маркировки. Для того, чтобы видеть в программе Эвкаса на какие товары имеется код маркировки, нужно проверить наличие галочки в столбце «Маркировка» в окне подбора товара. В карточке товаров галочка в ячейке «Маркировка» заносится автоматически. Если в базе у оператора системы цифровой маркировки создается новый код маркировки на товар, соответственно, после обновления справочника товаров в карточке определенных товаров, слева от графа «Маркировка» появляется галочка. При пробитии чека с товарами, на которые имеются коды маркировки, на фискальном чеке в строке «МК» распечатывается код маркировки реализованных товаров. Все, что вам нужно было знать о маркировке, я вам рассказал в этом видео. На этом у меня все. С вами был FOM Group. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новостей. До новых встреч!